В США объявили обладателей премии «Оскар». 94-я церемония вручения традиционно прошла в Театре Долби в Лос-Анджелесе. Американская Академия киноискусств назвала лучших актера, актрису, картину и объявила еще десяток номинантов премии. Эта церемония, к слову, запомнилась не только минутой молчания в связи с событиями в Украине, но и чуть не развязанной дракой прямо на сцене. Все подробности в материале. Премию в номинации «Лучший фильм» получила картина о взрослении Кода, ребенок глухих родителей. История рассказывает о семье глухонемых, где единственная, кто слышит, это дочь 17-летняя Руби. Кинокартине досталась и награда за лучший адаптированный сценарий. Это первая отмеченная «Оскаром» лента, которая сразу вышла и в кино, и на стриминговом сервисе. Главную награду киноакадемии за лучшую женскую роль завоевала Джессика Чессин за фильм «Глаза Тэмми Фэй». Кинолента основана на реальных событиях. Она рассказывает скандальную историю, связанную с религией и многомиллионными махинациями сектантов. Премьера фильма в мире состоялась в сентябре прошлого года. Спасибо большое, ребята. К сожалению, насилие и преступления на почве ненависти совершаются в мире. И мы должны увековечить невинных граждан по всему миру, пострадавших от этого. И в такие моменты я думаю о своей героине Тэмми. Меня вдохновляют ее действия, ее стремление к любви. На церемонии не обошлось, к слову, и без скандальных моментов. Например, вот таких. Такой неожиданной стала реакция актера Уилла Смита на шутку комика Криса Рока об удивительной, очень короткой прическе жены Уилла, Джады Пинкетт Смит. Дело в том, что женщина страдает от аутоиммунного заболевания, ведущего к выпадению волос. По-видимому, Уиллу высказывание Рока показалось весьма обидным, что привело к такому одезному поступку во время шоу. Позже ему пришлось извиниться, выступая с речью после получения Оскара в номинации «Лучший актер». Смит получил ее за роль в драме «Король Ричард». Для актера это третья номинация на Оскар и первая долгожданная победа. В фильме он сыграл Ричарда Уильямса, отца и тренера известных американских теннисисток «Сирены» и «Винус». На сцене Смит начал плакать, извинился перед соратниками, а свой поступок объяснил важностью защищать семью, как это делал его персонаж в фильме. Я хочу сказать спасибо теннисисткам «Винус» и «Сирене» и всей семье Уильямса за то, что доверили мне свою историю. Я хочу быть посланцем любви, добра и заботы. Я хочу извиниться перед академией, я хочу извиниться перед всеми моими коллегами-номинантами. Это прекрасный момент. Триумфатором вечера по числу наград стала картина «Дюна». Фантастическая сага франкоканадского режиссера Дэнни Вильнёва получила шесть премий Оскар в технических номинациях. Среди них «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший звук». А победителем в номинации «Лучший полнометражный мультфильм» ожидаемо победила работа студии Disney Encanto. Мультфильм рассказывает о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый её член наделён особым волшебным даром, который в первую очередь используется на благо местной общины. Вручению «Оскара» впервые за два года пандемии предшествовала «Красная ковровая дорожка». Во время мероприятия организаторы провели минуту молчания в связи с военными действиями в Украине. В знак поддержки гости надели голубые ленты.